Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограмма «Акцент». Я по-прежнему ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня в гостях у нас врач-терапевт высшей квалификации, бывший военврач, подполковник медицинской службы, если мне память не изменяет, а ныне научный журналист и популярный блогер, популярный в определенных кругах, но в широких кругах, Алексей Валерьевич Водовозов. Алексей Валерьевич приехал сюда к нам в Казань на неделю науки в Казанском федеральном университете по приглашению университета. Естественно, во-первых, спасибо, что нашли время на это интервью, на эту беседу. И, во-вторых, ну, конечно, первый напрашивающийся вопрос, что успели посмотреть и что успели сделать? Как вообще вы здесь оказались конкретно? В чем заключается ваше участие в неделе науки? Посмотреть удалось Центр фармакологических исследований. Мне это интересно, поскольку основное мое занятие – это научная редактура в медико-фармацевтическом издании. Это первое. И, в принципе, мне очень нравятся технологии будущего. То есть у меня даже специально есть лекция, называется «Медицина будущего». Алексей Борисович, извините, я вас сейчас перейду. Уважаемые телезрители, я не до конца представил нашего гостя. Вот он сейчас обмолвился, что он вообще ведет научный журнал. Я должен сказать, что он научный редактор объединенный. Я буду читать по бумаге, потому что запомнить все это тяжело. Ну, я могу сказать. Издательского дома «Ремедиум», популярно научного журнала о медицине ABC. К сожалению, он уже закрылся. Закрылся. Ну, вот видите как. Главный редактор сайта ABC. То же самое. То же самое закрылся, естественно. Член клуба научных журналистов. Да, это остается. Член экспертного совета премии имени Гарри Гудзини. Да, это остается. Я не путаю, это фокусник, да? Бывший фокусник, он известен тем, что он широко боролся с шалатанами. Да, именно поэтому премия Гудзина. Именно поэтому премия Гудзина, да. Понятно, да. И что у нас? Член Ассоциации медицинских журналистов, член российского движения Брайтс, член жюри ежегодного конкурса научно-популярного проекта «Биомолекулы». Ну, в общем, много всего, не имеющего отношения. Теперь мы можем вернуться к нашей беседе. Итак, вы посмотрели фармакологический кластер, сектор Казанского университета и... И все на этом, потому что я прилетел накануне, и сегодня это, в общем-то, было такое основное. Ну, почему? Потому что нужно переварить. Это все нужно переварить. В прошлый приезд я смотрел симуляционный центр. Да, то есть вы были уже здесь. Да, смотрел Детлаб, смотрел Республиканскую больницу. То есть тогда тоже впечатления были такие, что хотелось вернуться в курсантские годы и поучиться вот заново на всем на этом. Потому что у нас, конечно, таких возможностей не было. И в фармкластере сегодня, то есть я видел те вещи живьем, про которые я рассказываю на лекциях. То есть я не все видел, я что-то видел в видеозаписях, да, о чем-то читал, а сегодня я все это посмотрел живьем. И это очень сильно впечатляет. И это имеет хорошие перспективы с вашей точки зрения. Да, да, да. В практической инфляции. Да, это самое главное. То есть есть вещи, которые... Ну да, понятно, что есть вещи фундаментальные. Без них никак. Но без прикладного применения, в общем-то, пустая наука тоже сейчас как бы не сильно приветствуется. Раньше говорили, искусство ради искусства, его порицали. Да, но и наука ради науки тоже под подозрением. Все хотят мгновенных результатов прикладных. Не только мгновенных, желательно, чтобы это были все-таки вещи прикладные, действительно. И вот то, о чем сегодня рассказывали, скажем, по онкологическим направлениям, они идут в ногу со временем, то есть в ногу с Нобелевскими премиями, в ногу с новейшими технологиями. То есть вот буквально в прошлом году в Соединенных Штатах была одобрена карти, так называемая, очень такая перспективная технология лечения рака. Ну, некоторых форм рака, понятно, что не всех. Ну да. Здесь, в Казанском университете, занимаются этой технологией. То есть ее разрабатывают, причем она модифицирована, не совсем такая, как вот... Да, я немножко общался с коллегами по этому поводу. И, в общем, насколько я как дилетант могу судить, да, можно только поаплодировать усилием ученых этих. Ну, к вопросу о прикладном. Вот мы с вами беседуем в ту пору, в которую в Россию ежегодно, традиционно приходит грипп. Да, и сейчас ситуация такая, что в некоторых регионах уже переден этот эпидемиологический порог, какие-то регионы на подходе. И вот этот грипп, он, я не знаю, ну, как Новый год, да, он просто как какое-то явление свыше. Он приходит, 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 и медицина никак не может предотвратить эпидемии даже. Я не говорю о том, что просто вот, как в свое время там полиомилит, раз и исчез из оборота, да, из языка. Казалось, что мы его вообще на всей планете победили раз и навсегда. Ну, а с гриппом так не получается. Почему? Ну, смотрите, с полиомилитом тоже не все так хорошо. У нас он до сих пор существует. У нас есть Пакистан, у нас есть Афганистан. Откуда они не уйдут никогда? СССР в свое время спасал Японию, да, 58-й год, когда мы там начали поставки массированной вакцины против полиомилита. Это было, конечно... Но, тем не менее, то есть он никуда не делся. Мы его держим в рамках исключительно за счет вакцинационной кампании, да, за счет того, что это прошло по всему миру, и что подавляющее большинство регионов мира свободны теперь от полиомилита. Но мы просто поставили заграждение. Мы его не изгнали, как натуральный воспитатель. С гриппом другая ситуация. Грипп, во-первых, он не приходит, не уходит никуда. Он существует на планете регулярно и постоянно. То есть он циркулирует. Вот сейчас он пришел к нам, потом он переберется в средний пояс, то есть экватор и все остальное, а потом пойдет в Австралию и во все остальные южные, так скажем, образования. Он никуда не исчезает. И в отличие от пилиомилита, извините, что я вас перебиваю, границу ему не удается поставить. Нет, не удается. Ну, смотрите, во-первых, у него потрясающая способность к эволюционированию. Каждый год. Каждый год. И мало того, он существует не только в людях. То есть есть масса животных, птиц, которые болеют нашими же гриппами. То есть я понимаю, что у рыб, например, есть даже рыбий грипп. Одно время смеялись, что вот будет, там придумают. Или придет рыбий грипп. Ну да, свиной грипп, птичий грипп. Рыбий грипп тоже существует. Им болеют, например, лососевые и так далее. Но мы им не заражаемся. Зато все, чем болеют, например, хорьки, свиньи, перелетные птицы, гуси, утки и так далее, мы всем этим прекрасно болеем. То есть теплокровные передаются. Да, да, да. То есть это позволяет ему не просто выживать. То есть мы его, предположим, огранители угадали с прививками. Это бывает достаточно часто. Скажем, за последние 26 сезонов 23 раза угадали. Это вроде неплохо. В этом году тоже угадали? В этом году не совсем. Один штамм не угадали. Но это не так принципиально, потому что мы все еще доживаем вот те штаммы, которые пришли к нам в 2008-2009. Они все еще добирают. Они еще не все ими переболели. Они добирают вот эту массу. И ученые, и медики все ждут вот этого сдвига, шифта. Будет он, не будет. Будет ли какой-то принципиально новый, как в 2008-2009 к нам пришел лошадин на один. И сильно по всем ударил. Вот мы теперь ждем что-то такое же. Понятно. Несколько лет назад, вот я сейчас, пока вы отвечали, вспоминал, сколько же лет назад появилось такое. Сначала просто называлось интерферон. Потом интерфероносодержащие. Целая гамма лекарств. И это подавалось какое-то время, вот как панацей, как раз от гриппа. Принимаете интерферон. Я сам заболел в каком-то мохнатом году и тоже, значит, пил этот интерферон. Но, кстати, за неделю прошло. За неделю любой грипп проходит. Как-то вот так. Так, если будешь принимать, то за неделю. А если не будешь, то 7 дней переболеешь. Целых 7 дней. Так вот, к вопросу о такого рода лекарствах. Получается, что, ну, что, это на самом деле, вот эти интерфероносодержащие лекарства, они не помогают? Они не противовирусные? К сожалению, нет. Смотрите, они противовирусные. И в некоторых случаях модифицированные интерфероны, пигелированные, например, интерфероны, они отлично себя показывают в борьбе с вирусными гепатитами. Да? Они входят в состав комплексной терапии. Да, у них есть, конечно, побочные эффекты и так далее, но они действительно используются. Я почему об этом спрашиваю? Чем лечиться-то? А ничем. Вот так вот, да? Да. По большому счету. Нет, ну не то, что терпи. Есть целый ряд, скажем так, вещей, которые нужно делать. Ну, например, не нужно ходить на работу больным. Во-первых, это увеличивает риск развития осложнений для самого человека. Во-вторых, вы становитесь звеном в эпицепочке. То есть, вы делитесь вот этим заболеванием со всеми остальными. Воздушно-капельным путем. Причем капельная фракция чрезвычайно важна. Не то, что вы там просто подышали или чихнули на человека. Например, вы когда-то чихнули, потом это осталось у вас на руке. Вы этой рукой взялись за поручень общественного транспорта, за ручку двери и так далее. И вот эти вот в капельках вирусы сохраняются. Причем очень долго. Вот сейчас погода самая подходящая для вот этого вируса. Ему сейчас очень хорошо. Поэтому он может до 24-36 часов он совершенно свободно выдерживает. То есть, человек ушел, а капельки после него остались. Получается, не ходить на работу, мыть руки. Возможно, если куда-то выходишь, маску надевать. Это если человек болен исключительно. То есть, маска на больном. Это самое главное. То есть, маска нам должна показывать, что человек заражен вирусом гриппа. Носить маску просто как защиту, к сожалению, не работает никак. Надо просто вспомнить хирургическую бригаду. Вот получается, что что бы нам по телевизору не показывали, не рекламировали, но если трезво смотреть на вещи, лучше на это не обращать внимания. К сожалению, потому что, еще раз повторюсь, вирус очень быстро вырабатывает устойчивость. Например, был шикарный препарат ремонтодин. И да, действительно, у него была точка приложения М2-белок. Мы точно знали, что он работает именно по этому вирусу. Но буквально за 5, максимум 10 лет вирус к нему приспособился. И перестал на него реагировать. К сожалению, хороший препарат пришлось выкинуть. Это плюс ко всему, ведь если сейчас от вирусов отвлечься и уйти, перейти к бактериям. История с антибиотиками? Да, примерно такая же история. Примерно то же самое. То есть, все сильнее антибиотики, все изощрение, и все изощрение, и быстрее бактерии приспосабливают. Просто у вирусов гораздо быстрее идет вот эта эволюция. Вот так вот. Поэтому мы быстрее теряем противовирусные препараты. В гонке антибиотиков еще шанс есть у фармакологии все-таки опережать. Ну и у нас есть разные наработки. Вот опять же, сегодня в фармкластере рассказывали о том, как преодолевать, например, устойчивость стафилококков. То есть, мы... Золотистых. Да, золотистых стафилококков. Мы точно знаем, какие белки для него критичны. Мы можем на них воздействовать. Все, он после этого умирает и так далее. Продолжая вот эту вот маленькую, но неприятную для многих, я думаю, под темку, потому что, ну, люди же, ну, люди верят, люди покупают, люди стараются чем-то лечиться. Недавно вот мне попалась на глаза DSM Group, компания... Аналитика, да. Да, аналитика как раз фармацевтическая. Они провели исследование 10 самых популярных или самых продаваемых в России лекарств. И пришли к такому выводу, что минимум 7 из этих 10 лекарств, ну, нет достоверных показаний, что они эффективны. Абсолютно верно. И там я даже не буду перечислять, но я когда прочитал... Ну, все их знают. Да. Думаю, боже мой, так что ж теперь делать-то? И это ведь и серия антибиотиков там тоже. Нет, насколько я помню, антибиотиков там нет. Там вот эти противовирусные препараты. Противовирусные в первую очередь. Якобы, да. Да, да, да. Якобы, противовирусные, а все остальное... Арбидол. Тут очень сложно, понимаете. То есть есть некоторые препараты, которые работают, то, что называется инвитро. Иногда даже инвиво, то есть в животных, в животных моделях. Но это абсолютно не означает, что они с таким же успехом будут, например, действовать на человека. К сожалению, повторюсь, к сожалению, иначе у нас был бы хороший противовирусный препарат. Все исследования, которые по нему проводились, и в том числе разрекламированные исследования арбитра, например, оно было зарегистрировано на определенном сайте на американском, там, где положено сейчас все международные исследования регистрировать. Но результатов нет. То есть публикации по итогам нет. У меня такой вопрос, да, из конспирологических, да, из разряда конспирологических. А вот когда нам, вы сейчас упомянули, что это на американском сайте, там теперь все должно регистрироваться. Ну, он международный теперь считается. Он международный, да, совершенно верно. Но, ну, американский. Так у нас жизнь устроена. Если вот буквально шажочек мы сделаем в сторону конспирологии, потом вернемся, да, на нормальную почву, но тем не менее. Я читаю вот эти исследования, они проводятся, ну, такими транснациональными вроде бы, да, группами. Но в то же время понятно, что группами, которые имеют определенный интерес, или в которых заинтересованы те же самые фармацевтические гиганты, да. И когда эта иностранная группа делает выводы, что, а, в России, там, из десяти наименований лекарств, семь вообще, в лучшем случае, пустышки, у меня закрадывается, да, вот я прочитал, у меня такая мелькнула мысль, я ее прогнал, конечно, я постарался ее прогнать, но вот видите, даже в разговоре с вами я о ней вспомнил. Но ведь они же таким образом косвенно освобождают часть рынка для зарубежных аналогов. Вот почему я об этом говорю? С вашей точки зрения, вот где вообще пределы, ну, я не знаю, вот якобы клятва, якобы Гиппократа там не навреди, но у фармакологов, у фармацевтов, ну, у них-то есть какие-то пределы, вот, ну, моральности, что ли, добросовестности. С одной стороны, мы видим кучу рекламы на нашем, да не только на нашем, и на зарубежных, да. Нет, за рубежом как раз нет. Там пожестче, да, там пожестче. Там очень жестко загнодается, да. Вот. И никаких применительных к России, вообще никаких границ нет. Человек выходит на экран, показывает там какую-то семейку, ну, что я рассказываю, всем мы это видели. И у простодушного человека, то есть у обычного человека может возникнуть ощущение, что вот она, панацея, возьми там вот эту вот таблеточку попей, и твоя полуразрушенная от водки печень регенерирует вас, становится через два дня, и ты будешь опять, можешь пить. С точки зрения вот медицинской общественности, научной медицинской журналистики, я не слышал и не видел, предпринимались ли, или, может быть, вы готовы к этому, или намерены, какие-то попытки ограничить вот эту вот ханалию, да, выражаясь уж совсем таким высоким штилем, да, вот эта реклама, она же не добросовестная реклама, если посмотреть повнимательнее. Правда, всегда есть оговорки, юристы работают, не являются лекарственным средством, мелко-мелко, ну, как всегда. Но, тем не менее, ну, надо же это как-то останавливать. Безусловно, ну, смотрите. Это вторая часть, а первая часть насчет добросовестности конкуренции. Да, это, в принципе, две стороны одной медали, потому что фармбизнес – это бизнес, в первую очередь. Это как пищевой бизнес, как, не знаю, там, бизнес на одежде, на автомобилях и так далее. Поэтому, если мы скептически смотрим на рекламу той же пищи или тех же машин, нам нужно абсолютно так же скептически смотреть и на рекламу лекарств. Нужно понимать, что это только реклама, не более того. Это не достоверный источник информации, это не медицинский источник информации, это реклама. Именно так это нужно воспринимать. Если вам навязывают кредит, вы его не берете, точно так же вам навязывают лекарства, вы его не берете. Потому что в большинстве случаев… Я лежу, извините, я лежу, болею, у меня течет, мне надо что-то сейчас, и в это время мне подкладывают. Вы находитесь в уязвимом состоянии. Вот, это да. Этим пользуются, к сожалению. С другой стороны, естественно, такие попытки предпринимались ограничить. Единственное, что удалось сделать, это все-таки как-то справиться с ваханалией биодобавочной рекламы, которая была в 90-е, начале 2000-х, просто валом. То есть, вот здесь, тут я могу сказать, что я немножко в этом поучаствовал, нам удалось остановить этот вал, нам удалось внести коррективы в закон о рекламе касательно именно биодобавок с лекарствами, такое не прокатывает. То есть, вот мультивитамины, так называемые, все эти там американские комплексы какие-то, мультивитамины. Опять же, видите, это немножко другое. Дело в том, что биодобавка и лекарственное средство – это разные формы регистрации. То есть, витамины – это просто действующее вещество. И оно может быть зарегистрировано как биодобавка и как лекарственное средство, например. Часто то же самое бывает с травменными препаратами. Некоторые из них зарегистрированы как лекарство, некоторые как биодобавка. Но нужно понимать, это даже разные ведомства. Магний-Б6 – это что? Вот сейчас сходу не скажу, это надо смотреть. Но, по-моему, все-таки это лекарственное средство. Потому что там же реально действующие вещества, магний, который… У нас есть государственный реестр лекарственных средств на сайте Минздрава. То есть, в него надо заглядывать. В него нужно просто заглянуть, и сразу все становится понятно. Если его там нет, то, значит, не исключено, что это биодобавка. А биодобавка – это вообще Роспотребнадзор, это пища, пищевой продукт. Еще одна, ну что ли, деликатная такая проблема. Что такое плацебо, уже сейчас все знают, да? Ну, пустышка. Масса экспериментов. Вот одна группа принимает препарат с действующим веществом, лекарства. Другая группа принимает плацебо. И если я правильно понимаю и правильно помню, ну не то, что сплошь и рядом, но очень часто в той группе, в которой принимали плацебо, тоже наблюдался положительный эффект. Кто-то из великих или относительно великих, по-моему, заметил, не будучи самым врачом, что чуть ли не вся медицина – это на самом деле внушение. То есть, если я верю, то это меня, ну, вылечит, поможет. С этой точки зрения, может быть, БАДы, ну, люди верят, им помогают. Зачем запрещать или ограничивать? Смотрите, да. Во-первых, с плацебо не все так просто, потому что наши знания об этом эффекте многократно усилились с того момента, как Генри Бичер впервые вообще об этом сказал в середине прошлого века. И сегодня мы понимаем, что под эффектом, который мы списывали на плацебо, скрывается масса других эффектов. Например, мы не учитывали естественный ход болезни. Что это означает? Да, у нас любая болезнь течет вот таким, волнообразным. Даже если это хроническая, у нее все равно будет период обострения, ремиссии. Если мы вот здесь, наверху, а обычно мы принимаем некие лекарства вот здесь, наверху, мы принимаем препарат, то очень есть большой соблазн, потом естественный ход этого заболевания, оно уже пошло вниз. Мы его можем списать на вот этот любой препарат, который мы приняли. Хоть котики с пледом, хоть биодобавки, хоть что-то. Это одна из ошибок, которые мы раньше не учитывали. Дальше существует, например, такой эффект, что люди, которые находятся, например, в клинических исследованиях, они находятся в идеальных условиях. Что это означает? Что им приносят эти лекарства, они соблюдают режим полностью и так далее. И поэтому тот эффект, который мы получаем в клинических исследованиях, это в том числе эффект медицинского ухода. Вы абсолютно правы. Да, если человек во что-то верит и все остальное, у него изменяется отношение к болезни. Это показано в очень интересных исследованиях, их достаточно много, когда специально меняют дизайн. И показывают, да. И отношения что, за собой какие-то биохимические реакции ведет, что ли? Нет, нет. То есть человеку так же плохо, имеется в виду объективно, ему так же плохо, но субъективно он считает, что ему полегчало. Вот и все. Это очень интересно. Есть специальные исследования, которые, например, на пациентах с бронхиальной астмой показывали, им давали, предположим, реальное действующее вещество, потом ингалятор с пустышкой, плацебо получается, потом лжеакупунктурные иглы. Специально было... Так, так. Это было специально разработано устройство, которое имитирует укол иглой, но его нет. И самое последнее ничего не делали. То есть вот четыре группы. И когда был опрос, то есть спрашивали, как вы себя чувствуете? Лучше, хуже и так далее. То хуже себя чувствовала только самая последняя группа, которым ничего не делали. А вот у всех этих трех групп был абсолютно одинаковый ответ. Ну, там разница буквально в процентах. Все получше стали. Они сказали, мы чувствуем себя лучше. Когда сделали объективное исследование, есть такой объем форсированного вдоха за первую минуту. Это очень объективный показатель проходимости бронха. Когда его сделали, то выяснилось, что он изменился только у первой группы. Там, где давали настоящее действующее вещество. А вот зато в трех других группах эффект одинаковый. То есть изменяется отношение, не более того. И в этом опасность. Да, вот я как раз хотел сказать, это же может за собой повлечь. Я себя почувствую, я сейчас прыгну, и вдруг тебе раз, и, грубо говоря, сердце остановилось. Да, грубо говоря, так. Так и есть. Это первое. Второе, если мы говорим о биодобавках, то это нерегулируемый рынок. Что у нас, что в Соединенных Штатах, что в Евросоюзе. Они существуют до первого трупа, извиняюсь. То есть до первой такой обоснованной жалобы. И с точки зрения токсиколога, например, меня всегда пугают эти биодобавки. Я регулярно отслеживаю исследования, которые их касаются. Чего там только не находят. Потому что, ну, вы же понимаете, это пища, да? Еда. Она действовать не будет никоим образом. Поэтому туда просто подсыпают действующие фармсубстанции. Антидепрессанты, антибиотики, противовоспалительные. В воды. В воды. Причем не только у нас. В Соединенных Штатах, в Европе и так далее. Это распространенная практика для всего мира. Поэтому нужно быть чрезвычайно осторожным в отношении биодобавок. Это очень серый рынок. Да, спасибо. Спасибо. Это интересное предостережение. О пище. Вы сейчас упомянули пищу. А я покупаю молоко. Пью его мало. Только вот в кофе иногда добавляю. Заная говорит, ну ты какой экономный. Тебе на месяц хватит. Я вдруг понимаю, что да, она права. И оно не скиснется. Да. Да? Ну, это же ничем не лучше вот этих вот БАДов, в которых... Я как-то психолога у вас спрашиваю, да? Почему? Да. Ну как это так может быть? А вот тут нужно задуматься о технологии. По стеризации, я понимаю, но не на такой же срок. Ну а почему нет? Смотрите, если вы, например, откроете это молоко широко и оставите, оно испортится. Да, оно скиснет. Потому что будет доступ к бактерии извне. Если вы его открываете и закрываете вот на тот минимальное количество, которое есть, оно сохраняется, стерильность этой среды, относительная стерильность. Именно за счет того, что там просто нет бактерий, за счет этого оно не скисает. Так, минуточку, а кефир, который тоже может стоять у меня две недели, там же по определению должны быть кисломолочные бактерии? Не обязательно. Смотрите, они свое черное дело сделали. А, вот так вот, да? А после этого раз и все. И тоже пастеризацию прошло, да? Конечно, конечно. То есть вы хотите сказать, сейчас я начинаю успокаиваться, у меня настроение поднимается, я думаю, часть телезрителей тоже, которые держат под подозрение, вот молочные продукты способны существовать без видимой порчи по месяцу и побольше. То есть вы хотите сказать, что вот здесь все нормально, пастеризация, она никак не, это не вот такая длительная сохранность там молока или кефира или там сметаны, это не следствие, что туда какие-то суют консерванты, которые вредят здоровью. Это просто чисто вот стерилизовали бактерии. Это чистая физика, получается, да, с микробиологией. Ну вы меня успокоили, на самом деле, еще раз. Я рад, я рад. Спасибо. О вакцинации. Ну не мне вам рассказывать, что как-то у нас вот так развивается общество, вроде бы мы цифровая экономика, гаджеты, виджеты, а в каком-то смысле ощущение такое, что средневековьем начинает из разных, да, этих подворотин все сильнее, сильнее, там дуновение ощущается, нарастает волна такая, что ли, или движение против диспансеризации. Если раньше в Советском Союзе, я помню, по-моему, каких-то пятидесятников там в этом обвиняли, там свидетели Иеговы, их там судьи... Диспансеризации? Нет, 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 вакцинации, я оговорился, вакцинации, конечно. Вот. То сейчас вполне себе просвещенные, ну или казалось бы, вполне себе просвещенные люди говорят, нет, мы не будем, мы ребенка не отдадим на вакцинацию. А почему эта волна, и как вы вообще оцениваете отношения, вообще ваше отношение к вакцинации? Ну, смотрите, во-первых, эти волны всегда были. Больше, меньше, но были. Да, всегда были, то есть они появились с появлением вакцинации. Тут даже без вариантов, как только 14 мая 1796 года Эдвард Дженнер сделал первую приивку. Против чего? Против натуральной оспы, используя коровью оспу. Все, вот, считайте, в ту же секунду появилось антипривычное движение, которое никуда не девалось, которое по-прежнему существует параллельно. И самое интересное, когда начались массовые вакцинации против натуральной оспы в Европе? Не сразу, то есть не в 1796 году, а только в середине 19 века, когда пришла очередная эпидемия и унесла 500 тысяч человек. То есть 500 тысяч человек умерли. И после этого вспомните, слушайте, там в Англии был какой-то мужик, который предлагал от этого дела прививаться. У нас, например, императорский дом это дело поддерживал. То есть Екатерина вместе со всем двором, они привелись. То есть был тот князь Оспинный, известный достаточно товарищ, молодой человек, у которого взяли образец для прививки и так далее. То есть все это распропагандировалось вот на таком уровне. И смотрите, вот было... Просвещенный Россию. Просвещенный, скорее всего, был правитель. Потому что с народом, к сожалению, это проталкивалось очень тяжело. Почему это до сих пор есть? Например, буквально вот недавно коллеги вспоминали, действительно, ведь практически то же самое было, когда в Советском Союзе только что появившимся в новом пытались побороть эпидемию сифилиса. Потом то же самое было с полиомиелитом, с туберкулезом, со всем остальным. Каждый раз мы встречаем сопротивление. Каждый раз. То есть люди говорят, нет, нам не нужны эти прививки. И сейчас вот корь, например. Да, кстати. Очень мощные вспышки там, что в Питере, что еще где-то. И когда к людям приезжают выполнять свой долг эпидемиологии, предположим, да, то есть привить контактных. Человек привез корь с собой, подъезд контактный. Их нужно исследовать, нужно привить и так далее. Они вызывают полицию, потому что против них принимают некие какие-то страшные меры, биологическое оружие и все остальное. Это вот как? Это не то, что средневековье. Это просто оно никуда не девалось. Оно как было, вот это мракобесие и непросвещенность. К сожалению, оно только до сих пор и остается. В одном из своих интервью или выступлений как-то вы сказали, вот это не буквально цитата, но смысл такой, что если бы не было прививок, да, то многие бы не родились. Я вот это вот в рассказывании прочитал, но я немножко готовился к встрече с вами, да, поэтому что-то прочитал, как вы понимаете. Да, я его почитал и так вот как-то задумался. Думаю, да, это правда, конечно, но такой кощунственный или по меньшей мере не тактичный вопрос. Вам не кажется, что может быть лучше бы кое-кто и не родился? Ой, это да, социал-дарвинисты обрадовались бы, конечно, такому делу. Это правда. То есть без этого никак, да, то есть без этой мысли, без этого понимания. Болезни у нас все-таки были регулятором численности. Конечно. Во-первых. И во-вторых, это был фактор отбора. Здесь даже не социал-дарвинизм, а дарвинизм биологический. В полном. Например, смотрите, среди потомков, переживших чуму, вот большую чуму 15 века в Европе, 14-15, очень много людей, которые сегодня устойчивы к ВИЧ. У них меньше риск заражения ВИЧ. Да, это последствия того самого. Но это самое важное. Среди выживших. То есть мы не можем сегодня себе позволить, у нас примат человеческой жизни, мы не можем себе позволить потерять, например, 500 тысяч населения. Хотя антипривычники, конечно, очень стараются нас к этому подвести, да, но к счастью, пока что коллективный иммунитет, он, конечно, проседает основательно так, но все еще высокий. Да, и с этим-то что делать? Такое ощущение, что человечество в какую-то воронку затягивается. С одной стороны, медицина и здравоохранение развиваются, по крайней мере, в странах золотого миллиарда, такими темпами, что пять лет еще назад ребенок, родившийся там 250 граммов, не имел никаких шансов выжить. Да, сейчас он выживает. А сегодня с 500 обязаны выхаживать. Да, да, его выхаживают, он растет, но он вырастает, я вот, упаси Господь, в кого-то там кинуть камень, но тем не менее, ну понятно же, что ослабленный организм, он вырастает с ослабленным иммунитетом, во-первых. Не всегда. Сейчас накопилась достаточно неплохая статистика по спасенным вот именно с малым весом, но по большому счету они не сильно отличаются от средней популяции. Да, но при этом все-таки вот этот естественный-то отбор, когда выживали сильнейшие и давали сильнейшие поколения, его эффект снижается, 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 и он замещается усилиями медицины. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что он снижается, он просто перемещается немножечко в другую плоскость. У нас же есть антипривистники, у нас есть естественники, у нас есть куча-куча другого народа, на которых этот отбор прекрасно работает. Это, конечно, цинично, но так и получается. Ну, медики вообще по определению, не хочу никого обидеть, но хирург, например, без доли цинизма, я считаю, что это плохой хирург, он же должен быть. Ну, это вы понимаете, это такой способ защиты. Потому что, когда пропускаешь через себя вот этих всех пациентов и всего остального, то есть два варианта. Либо ты сходишь с ума, либо ты обрастаешь вот таким вот... Вы ведь были, как военврач, практикующий достаточно долгое время, да, и перестали практиковать в расцвете сил. Ну, бывает такое, стечение обстоятельств, все остальное, когда понимаешь, что интересы семьи оказываются немножечко повыше, чем интересы общества, так сказать, страны и всего остального, рубеж 20-21 века для армии, это был... Ну, да. Это был очень тяжелый период, когда зарплату задерживали в... ну, я не в Москве служил, скажем так, и там были по полгода задержки, предположим, и все остальное, то есть это было очень тяжело. Во-первых, а во-вторых, у меня заканчивался контракт, и я понял, что, в общем, пока что, да, то есть я вот такого в ближайшей перспективе для своей семьи ничего приличного сделать, к сожалению, не смогу, пришлось уйти. Все понятно, извините, вопрос не вполне может быть тактичный был, но вы, в деле, как-то на него ответили. Это нормально, потому что было несколько волн ухода, то есть я просто ушел в одну из этих волн. Я все понимаю. У нас потихонечку истекает время, к сожалению, потому что, на самом деле, у меня еще куча вопросов, ну, как-нибудь, может быть, мы еще с вами встретимся, да, и поговорим. В завершении, просто для того, чтобы немножечко, может быть, наших слушателей отчасти развлечь, а отчасти предостеречь. Вот по поводу вашей книги «Пациент разумный», да, она вышла два, если уже не три года назад, да, по-моему. Я недавно посмотрел на таком ресурсе, как Литрус, Литрес, и меня немножко удивил маркетинговый ход. Вот, она доступна к скачеву в электронном виде бесплатно. Но если кто-то захочет купить бумажный, надо заплатить. Да. И так это меня причуды маркетинга немножко. Но я потом начал листать, да, начал листать. И, конечно, хохотал, когда там, по-моему, пример был с клизмой с горячим кофе, что ли. Да, да. Это вот на самом деле, что это не придумано. Это не придумано. Это абсолютно так и есть. То есть, вот человек берет и из себя... И, мало того, умудряются зарабатывать хронические ожоги, истончение слизистой, и перфорацию. Да. Пару примеров еще можете привести вот эту вот маркобесину? Конечно, конечно. Например, очень известный народный способ избавления от глистов. Во-первых, как ставится диагноз? Ребенок с крыжащей зубами. Это прям стопроцентно достоверный народный признак того, что это глисты, хотя нет. Это с точки зрения тех, кто... Народной медицины. Да, здорово. Потому что бруксизм, так называется это явление, в подавляющем большинстве случаев имеет ортодонтические проблемы. То есть, это растущая челюсть, это и так далее. Очень редко бывают нейрологические проблемы. Глистов там нет среди причин. Так вот. Очень, значит, такая интересная методика. Что нужно сделать? Перед сном ребенка не кормить. Он лег спать. Мы его в 2 часа ночи будем, даем ему, значит, хорошего коньяка в сладком чае. Так. После этого опять кладем спать. Через час будем, даем сильное слабительное, и после этого из него, значит, будут исторгаться различные там паразиты, все остальное. Объяснение, вот оно мне очень нравится. Значит, смотрите. Первое. Раз ребенка не покормили, голодают глисты. Когда они почуяли, что в желудок полился ароматный коньяк с чаем, они, значит, быстро-быстро бегут к желудку, начинают хлебать вот эту вот жидкость, пьянеют, теряют способность к передвижению, к самостоятельному, и вот с этими с откинутыми кверху и лапками, естественно, ходом выходят из нашего организма. После приема слабительного. С слабительным помогает, они уже пьяные. И это не все. Нужно повторять 5 ночей подряд. Вы представляете себе этот ужас? Что творят с ребенком? А вот те, которые так делают, они после первой ночи, они не видят, что ли, что ничего не вылезло? А, нет, смотрите как. Там не только, там есть и невидимые, там лямбли еще выходят, они невидимые. То есть, эти люди, эти знахари, они знают про эти лямбли. Да, да. Но эти лямбли, у них тоже переползают в желудок, пьют там алкоголь, пьянеют, хотя в физиологии ни тех, ни других это не предусмотрено. Ну, вот такие вот интересные вещи. На всякий случай, уважаемые зрители, это просто один из примеров дремучести. Того, как не надо делать. Не примите за чистую монету. Может быть, кто-то только что вот сейчас включил там монитор свой или телевизор. Алексей Валерьевич, огромное вам спасибо за беседу. Все было чрезвычайно интересно. Я, насколько понимаю, вам еще предстоит лекция сегодня, да, в первую физическую перед большой аудиторией. Дай Бог, чтобы она прошла нормально, чтобы у вас блок существовал, чтобы вы, как наученный журналист, продолжали разоблачать все, что подлежит разоблачению и подсказывать правильные, скажем так, пути для тех, кто хочет, если уж не вылечиться окончательно, то, по крайней мере, поменьше болит. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Алексей Валерьевич Водовозов, терапевт высшей квалификации, военврач в прошлом, научный журналист, популярный блогер и так далее, и так далее, и так далее. Это была программа «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Акцентректор А.Егорова